приветствую всех с вами антон соколов агент по северо-западному региону от компании доми дом мы занимаемся строительством и возведением купольных домов из пенополиуретана плотностью 70 и практически любой площади хочу поделиться с вами большим видео со всеми этапами моего строительства что я делал как подготавливал песчаную подушку как я делал опалубку занимаюсь вязкой арматуры раскладка ее я думаю будет это интересно посмотреть в ускоренном режиме приятного просмотра а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так сказать, пятно застройки будущего купольного дома от компании DimaTorzok Те дома, которые я, как вы можете видеть, рекламирую и продвигаю Вот здесь вырыт котлован глубиной 70 сантиметров И произведена засыпка песком Но в прошлом году была допущена ошибка И котлован не был полностью засыпан И в результате чего здесь, прикреплю фотографии, было вот такое вот озеро Вот, я его осушил на этой неделе, выкопал дренажную канаву Вот там глина эта вся позади меня И как бы выпустил эту всю воду Далее здесь будет закапываться канализационные трубы Вот мы с женой сейчас разметили предварительно точки Где у нас будет находиться Вот первый кирпич, это раковина Второй кирпич, это где будет находиться туалет Ну и там ванна еще в другом помещении будет То есть вот сейчас надо будет прокапывать И закладывать канализационные трубы Это надо было делать раньше Но у нас планировался ранее дом по другой технологии С помощью воздухоопорной опалубки И навязывание на него потом арматуры И нанесением таркарет бетона Но этот способ гораздо дороже и трудоемкий То есть нужны специалисты Этот вариант мы как бы сразу Как я уже рассказывал ранее Откинули, потому что наткнулся на замечательную фирму Доми-дом москвичей Их технология просто победила по всем фронтам Вот, отчертили мы значит круг нужного диаметра И далее будем закладывать уже коммуникации Когда я закопаю сюда канализационные трубы Будет произведена еще полностью до уровня земли Засыпка дальнейшая песком И дальше трамбовка его Дальше я буду приступать к фундаменту Дом на сваях Мы решили пока не делать такой Возможно в будущем второй будет на сваях сделан Так, давайте я вам покажу Какую пришлось копать дренажную канаву И воды было очень много Я прикреплю видео Вот глубина здесь получилась Примерно сантиметров 70 Наверное, вот этой траншеи Вот это очень тяжело копало Поснимаю со стабилизатором Какой тут у меня творится рабочий процесс Значит, я углубил Углубил, придал нужное направление Дренажу Вот, подготовил геотекстиль Для закладки Вот, значит По кругу Вот такая у меня траншея будет В нее сейчас будем закладывать трубу Геотекстиль и щебенку Вот здесь вот я пришлось разрезать его Вот там такие пласты накидал туда Все это вытащил Углубил Чтобы водичка с самоходом Самотеком Оттекла И у меня фундамент под домом Оставался всегда сухой И это благотворно влияло Вот, купил, значит Такие дренажные колодцы Две штуки с переходниками С круглой на плоскую трубу Стоили они по 2400 Под один уже выкопал Вот такая интересная плоская труба Она держит большие нагрузки То есть можно на нее вполне себе вставать Ее ничего не раздавить Ничего с ней не будет Будем ее горизонтально закапывать Продолжаем Делать дренаж Я уже почти закончил Осталось чуть-чуть И вот пока водичка течет Я хочу показать, что он работает Я проливал Вот оттуда сверху Такой уклон у меня сделал И вот здесь вот мы видим Как уже меньше бежит Но водичка уже бежит сюда Скапливается в дренажный колодец И далее будет отправлено Вот туда На выход, так сказать Вот Давайте посмотрим, что у нас тут Значит, сделаю я Такую подушечку Из отсева На которую ложится труба Чтобы и снизу, и сверху Был, так сказать, камень Чтобы вода попадала И не задерживалась Вот, в общем, у меня уже все Закончено почти Закладка Вот такой вот кишки Так сказать Которая будет пропускать Воду Вот так вот устроена система Будет Моего дренажа Купольного дома Еще раз повторюсь Я строю купольный дом Из пенополиуретана От компании Доми Дом Крутой Теплый И Беспроблемный дом Итак Утро Воскресенье Обернул трубу Досыпал еще щебеночки Галечки И, наконец-то, торжественный Этот момент Позданный Из-за ее можно начать Итак Сегодня заложил Купил трубу Канализационную Купил немецкие Хорошие Купил трубы Купил трубу Доброе утро Купил трубу иной Купил то Доброе утро Купила тараф ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, продолжается бое строительство. Вчера мне совсем чуть-чуть помог трактор. Значит, подсыпал вот в эту часть чуть-чуть песочка. Но чуть-чуть переборщил. И поэтому вчера я выставил лазерным нивелиром уровень, натянув веревочки на колышки. И вот этот перебор пришлось немножко лопатой сегодня подснимать и разбрасывать вот сюда. То есть примерно, чтобы получился один уровень. На данный момент я закончил засыпку песком котлована глубиной 70-60 сантиметров. Примерно так где-то он был. Это было, хочу сказать, очень трудоемкое занятие. Две недели я на это почти потратил. Дренаж и засыпка послойная с трамбовкой вот этой вот песчаной подушки под фундамент. Далее сделал подсыпку щебнем, так сказать, отсевом с карьера, который стоит в два раза дешевле, чем колотый щебень. Он выглядит, как морская галька, наверное, такие кругленькие камушки. Покажу вам сейчас поближе. И тоже прошел его трамбовкой. Вот видно кое-где, где хорошо. Прошел, а где не очень. Еще есть перепады. Нужно немножко по нивелиру выставить уровень и сделать идеальный горизонт, так сказать. Все выс, чтобы было все по веревочке ровненько и хорошо. Круг, точнее, из 12 грани, вот. Так как у основания дома стена плоская, чтобы решить проблему мебелировки. То есть можно, чтобы было поставить любую мебель. Значит, тут еще раз покажу. У меня дренаж, который вполне себе хорошо работает. Это уже проверено. И песок, когда я проливал. И когда шел дождь очень сильный пару дней. Вот, вчера мне приезжал вечером, до 10 вечера работал трактор. Прокопал мне узким ковшом такую вот хорошую траншею. Все остальные трактористы почему-то ленились и не хотели этого делать даже за деньги. Итак, произвел разметку, забил колышки, выставил в центр лазерный нивелир. Кстати, да, хотел еще вам рассказать. Вот здесь арматура двухметровая. Она вбита в центр. И это является центром всех измерений, точкой. Привезли доску для опалубки. Сейчас будем разгружать. Строим купольный дом своими руками. Компании Доми Дом. Доску взял прямо с пилорамы. Без посредников, без магазинов. Доска это второй сорт. То есть для опалубки пойдет очень хорошо. Стоит в два раза дешевле, естественно, чем первый сорт. Вот, привезли с запасом. Вот из этого будем поперечины делать, бруски. Ну, в дальнейшем все увидите. Значит, как мы можем видеть, это круг из 12 граней. Было принято решение, чтобы не резать доску вторую вдоль. Чтобы создать 20 сантиметров толщину плиты. Было принято решение ее прикопать на 10 сантиметров. И это в будущем как раз таки будет играть хорошую роль в удержании примерно 11 кубов бетона. Может, с лишним. Вот, когда она прикопается, все это не утекет. И доски будут ее еще дополнительно держать на распорках. По две штуки на каждую грань. Значит, как мы сделали вот этот вот угол? Значит, самое главное. Вот этот угол 150 градусов. Спил, надрез мы делали под углом 60. Как мы это сделали, это уже другой вопрос. Это тонкости, но суть в этом. Вот. И вот так вот продолжается. Значит, мне нужно здесь, чтобы был вынос 5 сантиметров. И далее еще 15 сантиметров встает. Второй ряд досок. Также напиленный. И все. И получается у меня высота 20 сантиметров. И можно приступать к вязке арматуры. Вот так вот это выглядит сбоку. По два самореза на каждый вторец вкручено в битве. По размеру колия. Вот эти вот. То есть все по размеру попадает. У нас сделали чуть-чуть с запасом. Пускай он будет лучше больше, чем меньше. Чтобы потом беспроблемней поставить дом на фундамент. и тем самым закрепить его. Для всех хочу показать, как идет строительство моей бетонной стяжки, подготовка и вязка арматуры. Вяжу я арматуру. Поначалу я ошибся. Начал делать ячейку 10 на 10. По итогу 500 метров арматуры, которая была у меня куплена, она просто вся растаяла здесь. Ее даже не хватало. Не то, что я думал, еще с запасом останется. По итогу было принято решение делать ячейку 10 на 10. В принципе, 8 арматурой для стяжки 10 сантиметров это будет достаточно. Процесс, скажу сказать, такой нелегкий. Все это нужно руками завязывать. Но я нашел такое решение. Еще подсмотрел на ютюбе, как вязка арматуры, сама закрутка с помощью шуруповерта. То есть обрезается гвоздь, загибается и потом крутится. Так, наверное, стоит показать вам. Вот таким образом это все выглядит, как крюк у пирата. И вот на низких оборотах крутится. Вот так вот. Получается весьма хорошо. В качестве подставок выбраны вот такие вот пластиковые штучки, не специально для арматуры. Погода просто, на удивление, отличная для этого времени года. 8 июня и просто плюс 30 сегодня. Жарище, конечно, в бетонных коробках невыносимое. Вот, переждали жару, и я поехал вечерком дальше работать. Резать арматуру. Резать арматуру. Это фундаментная стяжка толщиной 10 сантиметров для купольного дома из пенополиуретана от компании Доми Дом. Всю интересующую информацию можете у меня на странице увидеть. На странице и в других видео на моем канале. Если интересно, подписывайтесь и смотрите. Всем спасибо. Диаметр 8,5 метров. Субтитры сделал DimaTorzok